всем приветики ну вот и купил себе новый телефон тоже сяоми замену своему старому сяоми вот этому который у меня лежит с поломанным экраном и ожидает ремонта и который служил мне аж с 18 года до 24 то есть 6 лет уже вот сразу скажу что это будет не обзор это будет распаковка для того чтобы просто показать какая у меня обновочка и что идет в комплекте обзор будет уже попозже когда я им попользуюсь ознакомлюсь со всеми функциями и тогда уже смогу сказать что в нем есть чего в него в чего в нем нету какие мои впечатления а пока что это просто вот так сказать радость покупки и вскрытие в этот раз этот телефончик наверное в этот раз телефон пришел запакованный потому что прошлый раз когда я купил этот телефон сейчас я его подарил маме honda 20 он пришел без упаковки просто в картонке поэтому когда покупать телефон сразу смотрите на то чтобы он был в слюде когда я пошел забирать у куры у курьера этот телефон он был полностью весь покрыт следой и мне он его вскрыл хотя по сути если он в слюде заводской его можно и не вскрывать ну что-то вскроешь если ну он да он весь запечатан как бы и нет смысла вскрывать вот когда он приезжает в картонной коробке тогда надо надо посмотреть если там еще хоть телефон потому что как я в прошлый раз мне этот приехал телефон вот этот там просто по бокам были такие кружочки здесь и здесь я подумал типа запечатал на самом деле нет заводская упаковка должна быть вот такая слюда натянута сейчас она сесть ножа помята а тогда она была прям идеально ровная и вся заклеенная вот а если вам приходится каким-то другим наклеечками все можете даже отказываться сказать почему он без слюды тогда можно даже не вскрывать а который в суде тоже можно не вскрывать потому что он в принципе запечатан его еще никто не открывал там все нормально вот но я решил все-таки вскрыть он мне сказал вскрывайте смотрите ну я решил нужно ну ладно типа и он мне порвал упаковку он начал кстати он начал ее вот здесь поддевать ручкой и у него просто ручка разлетелась в итоге он вскрыл вот и вся эта слюда снялась а так он просто был запечатан прям полностью тут даже нигде нигде короче чтобы не повредить следу то его не откроешь поэтому если он вам приехал без следы все вы можете отказываться потому что его кто-то уже открывал ну собственно вот такой коробочке приходится вами 13 ты кого-то на заводская упаковочка тут все такое сяомничек а с той стороны я закрою ими и потому что вдруг там какой-нибудь хакер их перепишет себе в свою прошивку и будет с моим имеем бегать это нехорошо вот всем это 13 12 гигов оператива и 206 гигов памяти ну и как бы это глобальная версия правда здесь я не вижу чтобы об этом писали но по идее он глобальный вот ну а дальше вскрываем упаковочку внутри идет здесь уже ничего там какой-то штрих-код какой-то штрих-код непонятно не знаю что он значит вот здесь идет уже сверху такая штучка как книжечка такая дизайн от сяоми открываешь здесь крепочка чтобы симку достать чехол сразу в комплекте уже идет и инструкции быстрый старт инструкция по быстрому старту вот потом что еще еще что-то и еще что-то вот сам телефон вот он такой красавец здесь на телефон весь тоже запечатано и здесь написано его какие-то рекламные акции ну типа что у него есть типа самые основные моменты экран там сто строк 4 герца защита от воды там если на нем все ой тут я хотел ими и не показывать вот здесь еще все наклеечки даже есть камера такое все новенькое красивенько вот а внутри здесь зарядки ну здесь зарядная и собственно кабель под зарядочку ну и все там уже пусто будет так что все в комплекте кстати а сколько зарядная ампер здесь пишет не пишет а здесь еще о как еще даже снимается на я уже с 2018 года не 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 выводился новыми телефонами здесь же все изменилось 5 вольт 3 ампера у а даже может и это быстрая зарядка 20 вольт быть и 6 ампер нормально так так мощный мощный зарядник ладно это уже не закроешь но эту штучку естественно мы снимем сейчас только глянем инструкции что вообще пишут что в общем инструкциях пишут вот это все должно быть в комплекте как бы самое главное чтобы он был в слюде а после слюды естественно там уже будет все что должно быть если слюды нет ну понятно что кто-то там уже кто-то там уже полазил возможно чего-то уже будет не хватать а ты наверное если бы уж наберешь кстати здесь нету русского все языки есть кроме русского а в телефоне хоть русский будет но получается да здесь русского вообще нету даже непонятно что это такое да я не понимаю что это так это что почему есть все языки кроме русского сам телефон то хоть на русском конечно у них получается на то что у них типа санкции даже сяоми не русские инструкции на русском не делал это как так они же вроде не не вводили санкции не тогда что туда смотри там ничего не понятно быстрый старт вот типа по быстрому старту а там тоже наверно русского нету блин их здесь нету русского да как это короче да они же вроде были лояльны что они это так вот заделались но я когда достал телефон когда вскрыл его я нажал кнопочку нажал удержал он включился кстати о чем чем выключился что ли я подержал получается он так включился ну я посмотрел но я как бы вскрылся к слюду настал телефон посмотрел ну включил его что посмотрел что ну вообще достал телефон посмотрел что он целый и вообще там не не царапин ничего что он новый хотя по идее и ну естественно так как может быть по-другому включил включается ну все сказал забираю ну потому что он говорил смотрите но он стоит на улице в машине если бы он ко мне домой зашел он говорит подняться домой это дополнительная услуга это дополнительные деньги ну типа доставка бесплатная но подняться домой это уже дополнительная услуга ну естественно я не захотел еще буду платить просто за то что мы поднимемся короче я не захотел вот просто посмотрел да и пошел потому что ну что я там буду смотреть это же нужно все настроить то есть вот тыкнуть на дальше на сяоми о есть есть русский ну да глобальный так а почему так почему на телефоне есть и белорусский я кстати из беларуси и русский и азербайджан короче все языки так понимаю есть а в инструкциях нету почему так если типа чё странно русский вот дальше регион беларусь короче я не стал этим заниматься потому что ну как бы ты телефон включишь и что это же надо все настраивать и типа от тебя ждут телефон чтобы ты проверил ну типа все ли норм а ты будешь стоять там вот это все настройки сейчас она пока все это спросит потом гугловские короче ой это долго я решил что тут смотреть это же долго все настраивать он же стоит у него заказы там там как это машины подъехала сигна и сначала типа мы ей мешали она хотела проехать ну короче я решил что все равно толком ничего не увидишь надо забирать так что вот такая вот покупочка в принципе да кстати эти наклейки можно отодрать или не нужно пока что в общем главное если покупать телефон чтобы он был в слюде если он запечатан полностью все можете не париться вот в комплекте идет скрепочка чехольчик кстати надо чехольчик сразу одеть я думаю потому что ну чтобы не маркался кстати чехольчик такой красивенький беленький когда прозрачненький когда им попользуешься он станет желтее обычно так оно и есть к от времени это все желтеет ну и перед тем как туда его положить еще тоже в там постоял посмотрел что вот сюда и весь btc подключается здесь микрофон здесь динамик здесь я так понимаю сим лоток кстати необычное расположение снизу привык что сбоку в телефонах кнопки громкости выключения собственно камеры и здоровые или вот эти вот две в моем старом сейчас покажу вот они две тыквочки такие маленькие кстати есть красиво так все видном в общем если здесь сравнивать в старом телефоне они вот такие и здесь просто сразу такая две такой огромная стекла маленькая ну да по сравнению со старым тут прям скачок вперед мне кажется должен быть как это называется следующее поколение уже получается идет вот сверху что у нас делается сверху тоже какой-то тоже наверное микрофон не знает динамик не динамик на инструкции смотрите она на английском все ну короче дальше буду разбираться потом уже потом уже естественно обзор делаю расскажу как мне он что он потому что ну пока что такая но естественно это надо все настраивать все это делать это все долго очень и можно еще надеть чехол посмотреть как она в чехолчике будет мне кажется должно быть кайф или что первым одевать камеры или наверное стоит первым одевать камеры потому что ну чтобы они туда легли аккуратненько вот а когда они туда легли о все ну круто когда купил телефон а у тебя сразу есть чехол еще говорили заранее купить чехол и говорю да что буду покупать мне телефон не пришел вдруг я вообще от него откажусь а тут чехол в комплекте только стекло можно разве что по идее ну я не знаю закаленное на не закаленное но мне как-то спокойнее когда сверху еще что-то наклеено короче такая вот покупочка такой телефончик кайф мне нравится ну будем пробовать так что такая вот обновочка на это все буду разбираться а потом будет обзор все всем покидава